Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 25 сентября. Время бежит очень быстро. И вот ровно 10 дней назад я сидела в этой китайской палатке, рассказывала про чудо-лампу, про то, что у нас розыгрыш. И вот прошло 10 дней. 14 августа я выложила видео, под которое вы должны были написать комментарии. Сегодня я прямо на ваших глазах определю победителя, я назову его имя, и счастливый победитель получит вот такую прекрасную современную светодиодную лампу от фирмы Марс Гидро. Но перед тем, как сам процесс показать, вот этого розыгрыша, выявления победителя, я расскажу, почему именно этот способ я выбрала, определение победителя. Я вот выписала, даже распечатала несколько комментариев. Я сразу говорила, что делаю это впервые, не знаю, не умею, совершенно ничего не знаю. И мне начали советовать, я даже просила помощи у зрителя, как выявить победителя, как найти сначала самого активного я хотела найти. Ну, короче, предложений было много. Я сейчас прочитаю несколько предложений, идущих от зрителей, почему именно так я не поступила, и почему я изменила свое мнение. Скажу честно, так часто менять свое мнение за такой короткий период времени мне никогда не приходилось. Я сначала решила сделать одно. Через несколько дней решила выбрать другой способ определения победителя. Короче, переобувалась раз пять за эти десять дней. Это очень странно. Никогда не думала, что передо мной станет такая задача, где сплетено все, и вот эти морально-этические какие-то соображения. Так сделаешь, вроде нет, не подходит. Так сделаешь, тоже не подходит. Сейчас я прочту, какие были варианты на рассмотрение, и какой способ определения победителя выбрала я. Вот когда Надежда Красикова в самом начале написала нет и нет случайному выбору, я была полностью с ней согласна. Я объясняла, почему. Случайный выбор будет обидно, что человек, например, уже 3-4 год у меня подписчик, и как бы постоянный, преданный, а случайный выбор раз выберет кого-то случайно, который пришел вот совсем недавно. И я говорю, вроде бы обидно, что постоянный останется в стороне зритель, а случайный получит вот такой приз. Может быть, вообще только он вчера зашел. Это я так сначала думала. Потом скажу, почему изменилось свое мнение. И многие меня поддержали руками и ногами за, чтобы не было случайного выбора. Дальше. Еще. Вот мистер Рок пишет. А, когда предложили программу, она, и когда я сказала, что я программу вроде отвергаю, потому что это случайность, и объясняю, вот опять же, случайный выбор, это вообще, может, не из нашего даже, а какого-то проходящего, прохожего. И вот мистер Рок пишет, что возможно, программа и не очень справедливый способ, но мы за вас такое решение принять точно не можем. Я вот очень давно смотрю вас, но ни из кого из ваших подписчиков не знаю. И ж тем более не зная, кто чем вам помог, так, наверное, вы сами должны решить, кому достанется подарок. По мне, так, программа идеальный вариант. И многие согласились с этим зрителем, с комментатором, что действительно, не будет никому обидно. И не будем разбирать там, кто постоянный, зритель, подписчик, кто нет. Лилия Вальтер пишет. Генератор случайных чисел и рондомайзер это одно и то же. Но когда я сказала, что я даже не знаю, что такое рондомайзер, и хочу сразу выразить отдельную благодарность, зрителям, которые меня просветили благодаря вам. Я теперь знаю, что такое рондомайзер. Я теперь знаю, как он работает. Мне очень понравилось. И мне хочется еще и еще проводить розыгрыши. Очень быстро, очень удобно. Так, вот она пишет, Лилия. Хорошая идея написать на бумажках имена своих постоянных подписчиков и тех, кого они рекомендуют. Свернуть, сложить в стеклянную банку, встряхнуть. Марик перед камерой вытащит одну бумажку. Вот и все. Будем надеяться, что победитель расскажет о семье, семье и о том, как давно он на вашем канале что полезного применяет. Так и перезнакомимся все. Вот в одном я с Лилией Вальтер согласна, что я хочу, конечно, чтобы победитель рассказал о себе, чтобы потом он нам показал, как он выращивает свои растения. Чтобы было не только мое мнение. Вот смотрите, потому что мое мнение, я сейчас начну восхищаться, многие скажут, она все нахваливает. Смотрите, вы сами видите, прошло буквально 10 дней, растения растут, как сказки под этой лампой. Смотрите, какие буйствуют салаты, вот вообще зелень. Это уже распекированные. Помидоры уже раз, два, три, четыре, пятый настоящий лист. Вылез лук. Ну лук-то ладно, он везде растет, но такие мощные салатовые листья. И видно по яркой зеленой зелени, что недостатков солнца нет. Если бы было солнца мало, они бы были бледные и вытянувшиеся. Но я хочу, чтобы мое мнение подтвердил еще второй человек. Именно поэтому я сразу не согласилась на те предложения, когда зрители писали, что давайте проголосуем, чтобы Ольга Павловна оставила лампу себе. У меня уже есть. Я хочу параллельно с кем-то вот такие посадки проводить, но именно с победителем вот этого конкурса. И чтобы мы оба какие-то комментарии обменивались. Вероника Дорошевич пишет. Я за рандомный подход. Будет меньше обиженных. И при розыгрышах даже рандомно придет куча негативных комментариев. Меня, конечно, это очень пугает. Сразу говорю. Пожалуйста, если кому-то не досталось, не достанется лампа, но кто-то надеялся на нее, не обижайтесь. Но это же игра, это розыгрыш. Так, Маргарита Андреева пишет. Соберите всех участников, пусть выберет компьютер, как вытянуть жеребий, или выберите несколько, как считаете, для выигрыша. Вот Ольга Колыхалова пишет. Назовите это представление не розыгрыш, не конкурс, а лотерея. Еще раз сюда, как выбрать победителя. Вот, и ссылка «Рандомизер». Это вот как раз тот самый рандом, которым способом мы и будем разыгрывать. Потом. Наталья Кравченко пишет. Может быть, можно использовать генератор случайных писем, но не для всех, кто оставил комментарий. А вы составите список тех девочек, кто уже давно активен. Но это вот опять про то, что я должна кого-то выделить. Я сразу говорю. Тут вот еще много предложат фамилий. Я всех их уважаю, всех их ценю. Но выбрать кого-то из общего числа подписчиков, я считаю, это было бы несправедливо. Как считается, каких-то любимчиков. Этот метод я тоже сразу отодвинула в сторону. И потом расскажу в конце, что вот эти, которые активные, постоянные, самые преданные, они получат призы, как моей симпатии, от меня, а не от Марса Гидро. А лампу от Марса Гидро мы все-таки будем разыгрывать случайным методом. Вот была Леонид Бухтияров с его страницы. Не знаю, женщина писала или мужчина. Хочу выиграть лампу, предлагаю разыграть по номерам заказа семян. Но это я отвергла этот способ сразу, потому что заказ семян и розыгрыш лампы не имеют никаких точек соприкосновения. У меня так мало семян, что там даже, не знаю, одному проценту подписчиков не хватает и желающих много заказать семян. И они не виноваты, что у меня нет в таком количестве семян. Вот одна женщина пишет, я бы тоже выписала семена, но мне просто их не хватило. Поэтому я не могу ограничивать желающих разыграть лампу именно тем количеством, на которых хватило семян. Но это уж вообще в корне несправедливость была бы. Я старалась найти самый-самый справедливый метод, чтобы не было ни одного обиженного. Хотя умом понимаю, что обиженные все равно будут, но недовольные какие-то. Галина Рыкалова написала, задайте какой-нибудь вопрос, кто внимательно смотрит, ответит, кто первый. Но я, во-первых, не поняла, как задать вопрос, по телефону или написать ему лично, или где-то в видео. Это не очень, потому что, может быть, человек это видео не посмотрит, например. Наталья Солдатова пишет, мне нравится, что пишет Лилия Вальтер. Она молодец, по-моему, самый преданный подписчик. И так болеет за вас, Ольга, всей душой. Такие советы всегда дельные. Я бы ей голос за лампу отдала. Наташа, я с вами согласна, Лилия Вальтер, и мне нравятся и ее советы, и ее комментарии, и ее преданность. Но тут этот розыгрыш мы отдадим на волю случая, или как выразиться, волю Божию. Мне понравился очень один комментарий, кто-то написал, что Богу сверху виднее. Вот на кого счастливый случай выпадет, тому, значит, лампа нужнее, чем всем остальным. Потом Ира Север написала, может, просто вы говорили о тех людях, 20 людях, бумажки в тазик, кого вытянете. Ну, опять повторюсь, что не буду выделять никаких любимчиков. Татьяна Иванова пишет, я считаю, вы правы, надо выбирать победителя из подписчиков, кто заказывает ваши семена, долго находится на вашем канале. Ну, подписчики семян совсем в сторону уходят, у нас с ними свои отношения, это просто розыгрыши. Татьяна Андреева написала, ох, не завидую вам с выбором победителя. Понимаю ваше желание передать лампу преданному подписчику, но сколько таких, как и вы сами, трублящихся на огородах, им некогда смотреть видео. Я, например, пересмотрела очень много ваших видео, для меня они реально школа огородника, но комментарии никогда не читаю, потому что некогда. Сама комментарии не пишу, потому что знаю, что вам некогда на них отвечать. Да и возник вопрос, да, если возник вопрос, то подробнейших видео на вашем канале море, нашла ответы на все вопросы, так что, Ольга, у вас очень много подписчиков, которые постоянно смотрят, заказывают у вас семена, но в комментариях не общаются. Я вам писала только по поводу заказа и розыгрыша, хотя каждый день я на вашем канале. Мне кажется, тут поможет случайный выбор победителя, или действительно оставьте лампу у себя. И вот смотрите, вот этот комментарий Татьяны Андреевой развернул мою позицию прямо на 90 градусов, а может даже на все 180. Если я раньше говорила, что я нет и нет случайному выбору, то тут действительно, я прочитала комментарии, я задумалась и подумала, а ведь я сама летом сижу в огороде, полностью, когда я занята. Мне же некогда сидеть у компьютера. И если человек пишет часто, много комментариев, а другой не пишет, и может быть даже ни одного комментария не написал, то это тоже не показатель, что он не смотрит меня, что он непреданный какой-то там многолетний зритель, он просто невидимый, потому что он не оставляет свои следы, вот в качестве комментариев. Ну вот как Татьяна Андреева тоже, и учатся по моим видео, и какие-то советы выслушивают, но ее не видно. И я вот тут задумалась, что действительно, если выбирать самого активного по количеству комментариев, это тоже несправедливо. И вот получается, смотрите, я сколько перечитала комментариев, и получается, какой бы метод ни возьми, в любом какая-то доля несправедливости, и кто-то будет обязательно обижен. Еще прочитаю сейчас два, и, наверное, будем заканчивать. Перейдем к самому розыгрышу. Светлана Васильева пишет, выберите самого активного, мы вам доверяем, и не переживайте, мне вас заранее жалко, не ломайте голову, берегите здоровье. Действительно, это оказался такой сложнейший выбор, не умрем же мы без этой лампы. Я думаю, что ваши единомышленники поддержат вас в любом решении. И вот опять же, в ответ Светлане я хочу сказать, что выберите самого активного, опять как его выберешь. Вот опять вспоминая комментарий Татьяны Андреевой, может быть, она смотрит уже много лет все-все видео, но не пишет комментарии. И активность ее как бы скрытая. Потом Ольга Рычагова пишет, спасибо, Ольга, за ваши сомнения и деликатность. Я предлагаю выбрать из тех людей, которые много участвуют в вашем канале, которые поддерживают все. И лично вы выберете победителя. Я сразу говорю, я на себя такую ответственность брать не буду, потому что если я кого-то одного выберу, а кого-то забуду или оставлю в стороне, а человек может быть тоже, ну считает себя самым преданным, самым активным, ему будет просто обидно. Я не хочу никого обидеть. И вот смотрите, какой-то помидорчик, ну это такое имя его, написал. И сейчас я объясню, из-за чего вот мы в этом году розыгрыш, я надеюсь, он не последний, он будет именно таким. Ольга Чернова, прочитайте и не обижайтесь. У вас сразу все было непродумано и неправильно. Вы объявили конкурс для любого зрителя, а не для подписчиков. Об этом прямо написано под первым видео. Бесплатно и любой зритель. Этим вы привлекли профессиональных игроков в лотерею. Вот еще ужас-то какой-то. Еще может быть, могут какие-то быть профессиональные игроки в лотерею. Все-таки нужно было объявить конкурс для подписчиков. Я балда, конечно. Но с другой стороны, у вас не получится, как у Зарубиной в садовом гиде. Там подписчики обвинили ее в том, что конкурс для подписчиков, а выиграл неизвестно кто. А здесь конкурс для зрителей. Хотя это неправильно. У ваших подписчиков останется неприятный осадок. И вот этот комментарий вскрыл и мою оплошность, и действительно потребность, потребность, в следующий раз я уже буду умна, потребность формулировать очень точно, вот до одного слова, все эти объявления о конкурсе. Смотрите, когда я говорила, что я объявляю конкурс, вот разыгрываю для своих зрителей, конечно, априори-то я подразумевала, что это будут мои подписчики. Но так как, оказывается, люди очень внимательные и разделяют подписчиков от зрителей, то нужно было говорить, любой подписчик может выиграть бесплатно. А я прям написала в заголовке, любой зритель. Но я сразу говорила, что делала это впервые. И для меня это вот такие нюансы, они были вроде как бы, я даже не обращала на это внимание. Оказывается, вот за это можно зацепиться. И я изначально хотела сделать конкурс, розыгрыш среди подписчиков своих. Я так и думала, я вот все изучила, вот сейчас случайно я выберу, посмотрю, мой подписчик или нет. Если подписчик, то выдам ему лампу. Но в связи с тем, что сразу не оговорила, что это именно подписчик, а сказала для зрителей, с широтой души такой, то будем, значит, разыгрывать вот эту первую лампу, первый розыгрыш. Я думаю, что это не последний. Будем выпрашивать еще, значит, одну. Будем разыгрывать среди всех и зрителей, и подписчики, и не подписчики. Все, кто за эти 10 дней написал комментарий, теперь даже не будем проверять, подписываем на мой канал или нет. Конечно, аудитория расширится, и, возможно, мои подписчики, те самые преданные, которые много лет уже и помогают мне советом, и пишут комментарии, ой, что-то я в очках-то. Они, возможно, немножко и обидятся, да, может быть, как недопоимут меня. Но тут это, как говорится, на старуху бывает проруха. Я сначала наобещала, что для всех зрителей, теперь я должна держать это слово. А для моих подписчиков и для самых моих преданных, для самых активных, вот тут даже люди назвали имена, я сейчас всех их прочитаю, я от себя лично, уже не от Марса Гидро, я придумала, думаю, ну как же сгладить-то вот эту вот заковыку, которую я сама создала, что не подписчики будут, а зрители разыгрываются. Я придумала так, для своих постоянных, ну вот этих самых преданных, выберу 10-12 фамилий, и без всякого розыгрыша, без всяких вот этих рулеток русских, я просто им подарю, по комплекту своих семян, ну по-стандартному, бесплатно разошлю. В этом году дарить есть что? Около 700 наименований, много новинок, я потом с ними со всеми спешусь, я сейчас фамилии их назову, и сразу скажу, что выбирала не я, выбирали другие зрители, которые полностью согласны с тем, что это самые активные, самые преданные мои подписчицы. Так, ну тут вот Валентина Сихарулидзе еще писала, конечно, хочу лампу, но хочу предложить вам упрощенный метод, компания доверила вам выбрать победителя, выберите самых дорогих людей, напишите на бумажечках, но это тот же способ, когда я должна все-таки определить сама. Я не хочу, я хочу, чтобы все-таки дело случая. Вот огородная неделя, ой, огородная история неделю назад, я пишет, я хочу предложить подписчикам проголосовать, чтобы лампу получила наша дорогая Ольга Павловна, она достойна этого в первую очередь, она наша томатная королева, очень открытый, добросовестный человек, но я все перечитывать не буду. Я хочу сказать спасибо всем, кто предлагает оставить лампу мне, таких предложений много, но я сразу скажу, что я никогда в жизни не оставлю себе эту лампу, если есть возможность подарить ее еще кому-то. Ну, во-первых, у меня уже такая лампа есть, жадностью я не страдаю, мне вторую не надо. Мне для зимнего огорода хватит и этой лампы. А во-вторых, многие из вас знают, что какое-то приятное чувство, не только получать подарки, но и подарить кому-то. Пусть она не моя, пусть она от фирмы Марс Гидро, но подарить кому-то мне доставит, наверное, даже больше удовольствия, чем оставить ее себе. Ну, и с другой стороны, вы подумайте, что о нас подумают наши зарубежные друзья, которые и так мне лампу дали, а вторую, которую дали для зрителей, я еще себе схвачу. Они скажут, да что за русские люди такие, они такие жадные. Мы сказали подарить зрителям, а она себе забрала. Ну, не надо это, как сказать, имидж русской, русской широкой души понижать не будем, оставлять себе ничего не будем. Раз сказано подарить, значит, сейчас будем дарить. И про тех людей, которых выдвинули на приз сами зрители. Ну, во-первых, одна зрительница предложила Ларису Круглик, другая предложила Ольгу Башкову. А сама Лариса Круглик написала, она список еще более расширила. И она написала, уважаемые друзья, я поддерживаю тех, кто предлагает выбрать победителя из самых активных, позитивных подписчиков, которые помогали каналу в его развитии. Лайки, комментарии, помогали Ольге, друг другу, другим подписчикам. И действительно, у нас собралась такая добродушная компания, что все друг другу помогают, советами поддерживают. И если Ольга Павловна решит провести лотерею и из банки, например, вытащит бубашку с именем победителя, нужно вспомнить как можно больше потенциальных победителей, то есть всех активных на канале. Она Ольга и своих вспомнит, кто-то семена подарил, кто-то с ней еще с одноклассников, вот тех, кого уже предлагали. И она всех выбрала, именно вот тех, кто действительно чаще всего бывает, чаще всего помогает людям, советам. Ну, первая это будет сама Лариса Круглик, которую тоже предлагают, потом Ольга Башкова, Ольга Колыхалова, Лилия Вальтер, Вика Янович, Ирина Кавыкина, Надежда Красикова, Галина Бубликова, Валентина Максакова, Наталья Кравченко, Светлана Гробовская, Селена Сара, Юлия Юрьевна, Ляна Никулина, Виктор Шадрин и Валентина Ложкина. Ну, Виктор Шадрин, он в нашу компанию попал, но это, конечно, он сам по себе, ему, наверное, не нужен ни пресс, ничего, он сам, как сказать, такой знаменитый человек, блогер. Ну, я тоже согласна, конечно, но ему предлагать свои семена, я что-то постесняюсь, наверное, не буду. Если даже Ольга Павловна выберет другой вариант розыгрыша, я считаю, что ее любое решение мы должны уважать, ничего страшного, но мы будем знать друг друга, знать костяк группы, извиняюсь, если написала неправильно чью-то фамилию, если вспомню, еще кого-то допишу, не думаю, что человеку самому будет зазорно о себе заявить, если его пропустили, ему будет обидно, активизируйтесь, предлагайте сами. и вот эти самые фамилии, которые все назвали, да, я с каждой фамилией на 100% с Ларисой Круглик согласна, вот этим моим активным, позитивным подписчикам, которые помогают советами, я каждого, я, конечно, никого не видела, но заочно всех знаю, от каждого помню, какой-то хороший совет, какую-то помощь себе, всем этим людям будет приз, не лампа, но другой, стандартный набор семян от меня, мы потом спишемся, или вы по своему желанию, я вот многих тут читаю, многие сделали заказ, значит, семянок, значит, к своему заказу они получат еще комплект от меня, как в подарок, бесплатно, и поймите, вот эти вот семена, и в конце еще одно, смотрите, Светлана написала, генератор случайных чисел, в случае раздачи подарков, это самый удачный способ, никто в обиде не будет, у вас подписчики все хорошие, случайных нет, и вот вы, наверное, поняли, почему я остановилась, именно вот на этой, на рулетке, ну, как электронная рулетка, на рай, ну, на букву Р, короче, розыгрыш случайных писем, сейчас мы пойдем, на компьютер, я уже все научилась, я прям введу эту ссылку, и на ваших глазах появится имя победителя, и мы уже не будем определять, подписчик он, или просто зритель, но это вот так в этом году получилось, еще многие писали, что мы же не виноваты, вы новичков не обижайте, если мы только вот узнали о вашем канале, например, месяц или неделю назад, мы не виноваты, что кто-то уже сидит 3 года, и я подумала, что действительно, вот в таком случае, когда предлагают сделать розыгрыш, наверное, розыгрыш, пусть останется розыгрышем, действительно, разыграем, просто вот, это игра, не обижайтесь, а вот эти семена, которые я отправлю, это будет просто мой подарок, от чистого сердца, вот от всей души, за преданность моему каналу, действительно, за помощь в его развитии, за то, что канал наш, благодаря вам, вот всем и другим, притягивает только добрых, позитивных людей, вы заметили, кто человек, с такими, с черными мыслями, с какими-то негативными, он раз, вроде приклеится, и тут же отщелкнется, ему не нравится, что там много добрых людей, не о чем поговорить, вот, злым, таким людям, не, негативно настроенным, у нас даже поговорить не с кем, им, все девочки добрые, ну, и несколько мальчиков, все добрые, все веселые, все хорошо настроенные, и я хочу напомнить еще раз всем, что только у добрых людей, у старающихся помочь другим, у положительно настроенных, позитивно, все растения растут, как в сказке, растения тянутся к добру, и вот так вот подойдешь, потрогаешь руками, они прям все тянут свои листочки, они хотят, чтобы вокруг люди были добрые, а вот попробуйте их отматерить, они, наверное, завянут, пойдем разыгрывать лампу, и сейчас перед тем, как сесть за компьютер, и выбрать победителя, хочу еще раз показать растения, и удивиться вместе с вами, что смотрите, ровно 10 дней назад, я показывала, тут же пипочки такие были, еле-еле-еле, смотрите, какие вот эти импортные, германские салаты, разлопушились, ой, тут у нас сюрпризы лежат от внука, лук-то ладно, я уже говорю, помидоры очень хорошо растут, и смотрите, у них уже такая корневая система, их надо переваливать в больший объем, хотя прошло буквально несколько дней, смотрите, что творится, это все-таки, наверное, заслуга лампы, потому что у нас сейчас, вот сейчас покажу, за окном, что творится, за окном у нас 7 градусов, это вот сейчас 12 часов дня, кемень на улице, и смотрите, какое здесь райское место, конечно, это все вот эта лампа, у меня уже такие планы, я сейчас хочу действительно, чтобы полностью исследовать, поэкспериментировать, воздействуя вот этой лампы, хочу сделать 3 варианта, одни будут расти вот под такой лампой в палатке, другие будут расти под лампой, вот там огород на окне, а третьи будут расти под лампой дневного света, под которыми я всегда выращивала рассаду, но если я рассаду выращивала весной, и все-таки солнце, все-таки в марте, в апреле, побольше, то для зимнего выращивания, я думаю, что лампа дневного света, она не очень поможет, но мне вот это нравится, смотрите, кучерявится, пойдемте искать победителя, ну еще пару слов хочу сказать, для тех, кто предыдущие видео не видел, и вообще понять не может, о каких лампах речь, о чем вообще мы говорим, я вот эти все ссылки, я все предыдущие видео снимала, и вот эти ссылки собрала, ссылки будут в описании к видео, там же будут ссылки на сайт производителя, где вы сможете посмотреть о этих лампах, я тоже в этом году только первый раз узнала и о китайских палатках для выращивания, и об этих лампах, и в прошлом видеоролике я показывала подробно, что это за лампы, в этот раз не буду показывать, а дам только ссылки, и пройдя по этой ссылке, можно увидеть вот эту самую чудо лампу, они, как я уже говорила, они там и разных размеров, модификаций, есть и большие, и маленькие, но это для тех, кого интересует эта тема, кто хочет, например, купить лампу для зимнего выращивания овощей, вот чем я хочу сейчас заняться, или кто хочет приобрести лампу для выращивания рассады, оказалось, что выбрать методом случайных чисел очень просто, вот этот райдомайзер кто-то давно уже придумал, и написано, что мы разработали для вас специальный сервис, внесите в окно, просто использовать, сейчас мы откроем, и туда просто нужно внести ссылку, вот в это окошечко я сейчас внесу ссылку, которую я заранее скопировала, я вот лист приготовила, когда эти комментарии-то выписывала, ну, которые сейчас вам читала, и вот она ссылка наша, сейчас я ее копирую, копирую, тащим ее туда, и вставляем, происходит все очень-очень-очень быстро, вот он уже и победитель, Надежда Щетинкина, какая лампа просто класс, ласкает душу, радует глаз, постарайтесь, друзья, и она будет у вас, мне сейчас оставилось только, сейчас открою видео, где все комментарии, найду комментарии вот этой Надежды, и сообщу ей и всем, что она стала победительницей, вот так пролистывая все комментарии, я нашла один комментарий Надежды Щетинкиной, вот он, но это не тот, лампа чудо, красота в каждом доме нужна, это не тот комментарий, я сейчас дойду до того, там у нее немножко другой, но я вижу уже по этим, ну по фамилии, по имени, что это та же самая Надежда Щетинкина, сейчас подождите, я чтобы время не терять, дойду до туда, вот тот самый комментарий Надежды Щетинкиной, написала неделю назад, она какая лампа, просто класс, ласкает душу, радует глаз, постарайтесь, друзья, и она будет у вас, кстати, когда я пролистывала комментарии, я еще два комментария от Надежды Щетинкиной, увидела, встретила, обратила внимание, что у нее не один комментарий, может быть поэтому Надежде и повезло, потому что ясно, что чем больше было написано комментариев, тем больше шансов, что машина, ну как, сделает выбор в вашу сторону, сейчас мы посмотрим, мы же как у нас была просьба или пожелание, чтобы победитель потом рассказал о себе, ну к сожалению, здесь пустая страница, и я не знаю, как узнать, является ли Надежда Щетинкина подписчиком моим, ну дата регистрации 13 июня 2018 года, это значит все-таки человек не случайный, не зарегистрировался просто ради участия в конкурсе, потому что, вот мне писали, что вы привлекли этих каких-то, ну короче, тех, кто любит играть в лотереи, все, ну вот пожелание к Надежде Щетинкиной написать о себе, и потом, когда она получит лампу, все-таки делиться с нами своими впечатлениями, ну вот все, розыгрыш так прошел, немножко скумканно, потому что, все-таки я хотела, чтобы, как разыгрывалось между подписчиками моими, именно, не перед, не, короче, не между всем миром, и я хочу спросить у вас, совет у всех зрителей, как можно узнать, вот следующий конкурс, если будет, я хочу проводить только среди подписчиков своего канала, но они мне как родные, близкие все-таки, весь мир охватывать я больше не хочу, я хочу у вас попросить совета, как узнать, является человек ли подписчиком моего канала, я вот, например, зашла к победителю этого конкурса, к Надежде, и я не знаю даже, как узнать, подписана она на мой канал, или не подписана, никакой информации здесь нет, я надеюсь, кто-нибудь напишет, мне совет поможет, это мне пригодится для будущего конкурса, но пока в будущее не заглядываем, поздравляем Надежду, я сейчас производителю должна дать ваши данные, под этим видео я напишу адрес своей электронной почты, прошу победителя Надежду Щетинкину написать мне, мы с ней спишемся, и я ей расскажу, как и когда, в какие сроки она получит подарок, заветную чудо-лампу от фирмы Mars Hydro, все, до свидания, всем советую не унывать, не грустить, возможно, конкурсов впереди у нас в жизни будет еще много, будем, каждый должен всегда надеяться на главный приз, субтитры создавал DimaTorzok